здравствуйте сегодня будет необычное видео потому что ко мне приехала моя подруга я вам про нее рассказывала алла который тоже вот начала делать стемпинг она мне по моей просьбе привезла показать ламп то что у меня многие девочки про него спрашивают я тоже может быть и когда-нибудь закажу сан в вот я не знаю он это читается просто сан в она 48 ватт мощностью но при желании можно уменьшить до 24 но алла говорит что ей не жжет руки поэтому мы будем сегодня 48 делать что мне здесь нравится то что здесь три таймера 5 30 60 мы будем делать свет на 30 секундах топ на 60 что мне здесь нравится то что она такая же как как я называют кристалл что здесь есть зеркало плюс она сенсорная то есть ее можно раз это очень удобно то есть я так понимаю что если мы секунду не включим она будет бесконечно светиться в общем вот так вот а ну-ка если а как понижать вот как как я хочу если понизить не знаешь надо держать а вот сюда прикол но мы не будем мы будем 48 дела да а как мы теперь узнаем 48 на 24 по и она будет на обычном режиме да ну супер супер девочки я думаю сейчас мы попробуем время тратить не будем алла привезла свои материалы свои пластиночки мы сейчас что обезжирим да вот эта твоя штука я сегодня буду ее материалами работа что мы у меня на за столом где мое все хозяйство мы вдвоем не помещаемся поэтому сейчас мы как получится из кадра будем вылезать потому что я тут штативчик поставила не так как я уже привыкла так что не ругайте нас если мы выйдем из кадра будьте снисходительны к нам правильно валу очень хорошая длина вот то что доктор прописал как говорится так давай ручки следи чтобы удавил как тут я же знаю чтобы ты не выходила вот не это не все так нанесем базу это у нас коди так это топ это база я буду девочки кисточкой вот сюда немножко капну мне удобнее делать кисточкой сейчас знаете чем я немножко вот так вот на мочу вот так будем наносить базу так даже можно втирающими движениями и делать мы не будем наносить никакие праймеры сегодня мало не хочет поэтому по старинке мало капнуть по старинке будем делать все как это раньше дело без всего и всяких дополнительных средств на добавить что лампы засветит кстати чё хорошо еще с этой лампе но но даты вот сану иван она на 40 ватт 40 фука 48 то что она закрыта сзади потому что вот это моя она открыта сзади я от нее прячусь и кисточки все лаки открытые чтобы она их не сушила а в этой сзади состоит ничего не засушит она же очень мощный от этого когда она подешевеет думаю я и куплю значит то что многие девочки пишут что ну ваша кристалл зачем вы купили вторую лампу девочки вы же поймите у меня же канал это это у меня быть не одна лампа у меня их еще будет 10 потому что я должна эти ногу со временем я не могу показывать видео на грубо говоря старой лампе которые ну я все но должна буду все новиночки пробовать да вот сейчас хорошо подруга привезла могу вам показать то есть вы не знаете что она плохая это лампа да но для канала для зрителей я должна буду пробовать новое что-то и тему со временем конечно себе я просто дома я 550 раз себе в лампу не покупала смысл так где их всех хранить только денег тратить правильно я думаю что все новинки которые будут мне интересны я буду пробовать и вам все покажу так дочка моя идет сейчас нам мешать так ну что просушим базу сколько ты базу не слушай в этой лампе 30 секунд или 5 сколько вот и поток нет а 10 секунд дара хорошо но она мощная чем . нам сейчас не даст нормально в тишине все сделать мы не спрятались в комнате поэтому сегодня у нас будет такое экшен видео со звуками сторонними начало не гаснет на был 5 секунд включить каждом такая мощная что она просто ну пока вот я красила допустим вот когда делала подруги она раз пока я покрасила на потуху надо было эту поставить а эту красить и тогда вы все вытаскивай хватит но это нереально так долго вот лишь на они там не ну так мы что будем тебе снимать литвы из базы ты снимаешь нет я не сниму давай не будем смотреть раз не снимала не будем просто я никогда не надо не надо так хорошо я просто же первое время не снимала не будем вот как ты привыкла так и сделаем значит смотрите пока сохнет 100 но я думаю что столько базу сушить не надо даже в кристалле 10 секунд можно сушить 188 цвет коди такой кирпичный оранжево-красный можно сказать полечка не мешай мы делаем видео все вытаскиваем сейчас мы нанесем для ваш подставочка давай тогда по одной руке будем сушить не будем века не давали его конечно конечно но он плотный все девочки начинаем такой кирпичный он очень мне не удобно красить кому-то я не мастер по маникюру я как-то к себе больше привыкла вот красиво все статьи очень я не люблю кому-то красить потому что я уже себе привыкла и мне кажется что у меня не так как это под свои руки как-то привыкаешь уже знаешь как надо но лак шикарный он очень красивый я брала его вслепую я брала на красотки про и там же берешь все равно вслепую конечно потому что там отличается цвета от этого но удачно да очень красиво длина прям идеальная идеально я люблю темные лаки они шикарно смотрятся даже на коротких ногтях главное их ровненько наносить то что все по грехе будет видны удобная кисточка кстати для таких маленьких не было меня все уходе большие кстати в больших тоже хорошие кисточки я делала с буквами до маникюр вот это такой тоже красивый цвет я даже не знаю сливовый он такой первый слой белая вишня первый слой не стремитесь делать толсто всегда первый слой делайте точнее чем второй раз вам говорю не стремитесь к толстому это гель-лак это нормально автором нужно поплотнее сделать да можно даже не так то что в себе плотный секунд включаем я не ожидала что она так мне казалось как это гигантская она вообще не гигантская она вообще нормально я не буду сейчас кратит вторую руку чтобы не засветить нам тюбик не испортить кисточку мы никто не торопимся 30 секунд это ерунда увидите у меня вот такая на 24 ватт и тоже все просушивают таймер удобно для тех же типсов например а потому что до раз включил когда вот я вам делаю слушай а если я включу она будет отлично потому что типс и вот у меня на сенсорную не срабатывают одну из кладешь она ее не воспринимает вот видишь я кисточку я не воспринимаю а если это так вы можете типсу посушить обычным девочкам это не надо а вот для обзоров мне нужно несколько типсов сушить давай вторую сделаем второй слой потом сделаем и мне нравится что здесь таймер мне нравится что она сенсорная здесь все вообще идеально короче хорошее хорошая хорошая лампа и она не сушит сзади но мне многие девочки даже что они именно 11 вот у меня подписчица именно вот эту лампу вот эту она говорит что я 11 на нее была такая шикарная скидка и она ждала его дождалась вот так что девочки я хочу сказать вы уже в октябре начинать и просто закидывать в корзину и следите за динамикой чтобы они вас не обманули до что-то реально снизили цену да и вы уже будете знать вообще кати лучше чтобы не подделка была а именно вот понимаете вот эту сануэ тоже в каких она вот этот магазин на где вот она заказывала это реально они производительную и очень странно что на некоторых такая же лампы ну там на 500 рублей может быть дешевле уже как-то подозрительно почему магазин который торгует только этими лампами они явно ее производят думаешь а значит может быть китайцы же молодцы они все поделают нереально все подделывают не сами себя подделают поэтому они купили и и например точно такую же новая ли поэтому я считаю лучше это проверено во вторых и трек номер будет отслеживаться и точно там все дойдет не знаю уже как бы она недолго шла мне нравится хорошая лампа я считаю хорошая мне нравится я может в квартиру ее куплю а эту здесь оставлю конечно мне возить туда чтобы конечно то что я очень люблю свою кристалл вот за то что она зеркальная типсы в ней всегда сушу вот для показа что у нас будет типсы нормально я телефон что звонит это у меня тут оксанка звонит а тел сейчас алё все так у меня звонил телефон поэтому мы без вас посушили вторую руку наносим второй слой но у нас сейчас стык тут ногти перекроет поэтому за что я люблю стык так что он все по грехи закроет всякие если где-то вы там скосили что-то иногда даже так красиво слушай а посмотри в кадр моя голова не попадает нет а то я когда по-другому стоит штатив я не очень понимаю как только руки куда моя голова влезла пока никуда я же не могу и в кадр смотреть и сюда я не могу понять что я там влезаю иногда даже обидно иногда так красиво лак нанесешь а за степеньком и не видно как ты там старался расстарался мизинец не забудь я мизинец под конец а профессионалы начинают с мизинка с мизинками так сейчас мы быстренько вторую руку тоже сделаем не будем от все снимать нет смысла так все сейчас старую сделаем руку и будем с вами степень делать так девочки снимаем липкий слой и будем приступать к стемпингу вонючий такой хорошо больше ацетона нам поможет снять свой да все приступаем значит сегодня у нас будут пластиночки мою лондон это алла заказывал тоже из англии мы сейчас возьму давай сначала вот эти сделаем а потом тогда маленький давай так сейчас посмотрим как лучше штампик хотя на светлый чтобы было видно ему а прозрачным я буду то сидел правильно или сразу нет прозрачных я посмотрю как пойдет потому что с каждым пластины тоже еще не как пойдет так и сделаем где скребочки и вот на их скребочки все начинаем мундаде у нас сегодня коричневый и у него номер а шоколад номер 23 шоколад отлично корни отлично так я давно уже сто лет никому ничего не делала уже как-то непривычно так это номер у нас это мандала collection номер 8 мы решили взять вот это ой вам плохо видно сейчас покажу вот так отсвечивает видите мандала collection номер 8 и вот этот рисуночек будем брать вот так вот начинаем так я думаю как мне лучше сделать стемпинг тебе ладно давай сюда клади значит вот эти ду дальше сделаем даже куда мы целиком хотели а вот сюда вот эти три что ли они дожди мы 2 она что-то кроме того то это да а 3 ладно сейчас пойдем посмотрим как пойдет там потом решим у меня контролирую чтобы тебя не туда не мазнула вот эти не надо давать указательную тогда давай это будет нестандартное решение он видите такой у нас шоколадный здесь немножко у меня на кухне мало света ну ладно смотрите красота красота отлично очень красиво длина шикарная все отлично супер так есть их подлиннее куда тебе еще длиннее достаточно мечтай мечтать не вредно да вредно читать так ну смотри в воде до постоял нормально но конечно чё с ним будет там вот следите чтобы вот эти вот забились перед тем как переносить проверяйте темновато мне здесь света не хватает меня наверху штативы так справимся постараемся мало света мне не вижу она почему темный лак когда я начинаю наклоняться он и так темный я его не не вижу просто как мне переношел тяжеловато так мизинец мизинец маленький посмотрим что там поместится конечно нужно другой нет мы сейчас вот в этом рисунке она очень глубокий ой господи мои лондон известность тем что у них очень глубокая гравировка кстати смотрите как хорошо штамп от born pretty хорошо с мексиканскими лаками он хорошо с английской пластиной работает я его не бафила он достаточно широкий в меру мягкий но функции свои хорошо выполняют хорошо так давай сразу вот закончу с большими да вот и французским потом чтобы нам уже не возвращаться к этой пластине и закрепим двумя топами чтобы уже у нас точно все было хорошо тем более конат он ой конат так похоже коде он жиденький топик у него прям аккуратненький поэтому сделаем два для надежности я думаю хуже не будет хуже не будет так указать дальше я не запуталась лишь это не смыло я тут немножко лак попал вот не отковыряется туда ковыряется не заметил не заметила я елкого дела значит на силиконовые штампы сильно не нажимайте будет вам счастье а вот сильно не нажимайте на него потому что я раньше тоже не знала этого имела допустим с красным не получалось думаю что такое ты уж так валит потом прочла девушка пишет что не получалось у нее она потом просто с новым красным да перекатом перекатом так оп тихонечко тихонечко тем более если это born прийти в он прийти не будет плохо понимаете они изначально тестируют там все они не пусть не впустят производства надели он ему он не может не работать это мы что-то не так делаем вот убор прийти работают все штампы он нему это значит что-то вы не так делаете да вот это вот он внешне получается да и чё и читаем это не читает черный он немножко грубоват грубой для к этому лаку но тут темнова да да он издает возможность примеряться девочки он дает возможность примеряться а когда вы вы можете не успеть просто тупо перенести другим лаком ну я уже ко всем лаком приноровилась честно могу сказать просто я уже когда знаю что я могу себе позволить несколько секунд задуматься или я не могу себе позволить потому что добре лак ты оказался безумно пигментированным белый просто обалденный но он очень быстро то есть я плачу я хочу именно этим переноси да вот но он и с ним надо с таким темпом ритма но пигментация шикарная он просто читается обалденно но вот он к сожалению мы как раз наверное эти пигменты что там входят они сохнут быстро поэтому конечно к сожалению вот мунда да у нас золотая такая середина там и выбор гигантский оттенков ну надо ждать из мексики оплачивать доставки многие элементарно даже не могут там на сайте разобраться то что заказать но они молодцы они стали быстрее доставлять первая посылками намного дольше шла вторая за три недели первая не шла больше месяца из китании ноги идут два месяца а тут из мексики дошла за три яду нормально еще раз в два года я думаю можно сделать там заказ красиво получается как 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 это надо вот и ходи так сейчас закрепим будет очень красивыми спасибо вот здесь только подровнять она а так очень красиво я сама надо думаю когда большие такие рисунки нашел куда же так вы как жалко снимать так попробуем сейчас я не знаю как подойдет эта улыбочка французская значит смотрите девочки от свечи от этой лампы у нас на столе мы салой решили вот это все таки попробовать посмотрим как он ляжет может если нам не понравится мы его поменяем сейчас мы мы решим по ходу пьесы по ходу пьесы даже интересно что получится честно говоря интересно ну все давай попробуем очень интересно получается маникюр такой прям он стильный такой восточный не как у всех по крайней мере когда всю грязь моем будет вообще самую любимую процесс мы тоже да потому что многие не видно да вот этот грязюк и чё там будет угу посмотрим не знаю не уверена сейчас посмотрим нет мне не хочет мне не нравится сейчас я получше рисунок мне нравится или сейчас еще раз попробую я хочу чтобы он был щетки а знаете что вся фишка я вам сейчас объясню значит мундадеонус он долго сохнет и его не надо торопиться переносить тем более здесь у нас целиком и он может его мокро перенести очень где он где он где он мне не нравится рисунок не нравится мне нравится как он переносит я думаю что он это лучше перенесет но я не увижу как тебе класть понимаешь не за фишка сейчас я схожу за маленьким штампом борнприти все девочки я принесла борнприти мой уже страшненький но чем больше вы будете его мыть он будет мутнеть вот этот вот такой я вам говорила тоже недавно его не вот видите я пыталась оттереть два серебра попало и он очень мутнеет их нельзя мыть к сожалению а когда мы все испачканы вот в таких вот понимаете очень сложно идеально чтобы у вас все было это очень сложно что я иногда вся в этих лаках зажина обидно не же но я люблю что это чистая их нельзя вот эти можете чистить спокойно мы ничего не будем металл этот я чистила он спокойно а вот эти вот бортпритерских вообще трогать нельзя да и никакой нельзя кикен сиси тоже их нельзя они сразу мутнеют Странно, зачем они так делают, почему нельзя смыть ацетоном по полосмазке. Мне странно вот это. Ладно, понятно здесь. Ну ладно. Мы их простим. Я их сюда. Так, вот этим штампиком сейчас моим проверенным будем переносить. Так, так, так. Скребочек не почистила. Отлично. Так, главное. Куда ты пальцы ешь? Не промахнет. Ладно, сейчас сделаем. Шикарно. По-моему, очень, девочки. И вот этот, который я тросил. Да? Тоже красиво. А мы его сотрём сейчас. Нет, мы его сотрём. Нет, а почему? Нет, нет, ну тут просто мазанулась. Нет, ты посмотри, если лунку маленькую оставить, ты посмотри. А как мы её потом повторим-то здесь? Повторим. С этой взять? Да. Как лунный маникюр? Ну давай оставим. Да, ты посмотри, как красиво получилось. Хорошо. Ну как я тебе второй раз так попаду? Ну не попадёшь, сотрю. Ладно, давай, если не попаду, сотрю. А то это из-за меня в этой темноте я, фигли, попаду тебе. Нет, ты посмотри, как. Ладно, будем стараться. Я не гарантирую. Нет, вот так красиво. Постарайтесь. Да, конечно тебе, деловая мадама. Слышка, много вы хотите. Ты же ужас. Нет, Алка, смотри. Нижняя хорошо, а верхняя, видишь, чуть-чуть? Я не буду... Верхняя плохая? Верхняя треугольничек меняет, а нижняя шикарно, понимаете? Видишь? Да. Давай ещё разочек. Я люблю, чтобы это красиво было. Сейчас я повнимательнее. Сложный рисунок, знаешь почему? Здесь треугольнички широкие, и очень сложно чётко их, вот, чтобы всё забилось и перенеслось. Да что бы ещё попробовать. А я знаю почему. Я теперь стараюсь, чтобы вторая вошла, и не надавливаю на эту, понимаешь? А ты не старайся. Я не буду тогда ориентироваться на вторую, потому что я не могу так перенести. Ты просто вот эту побольше сделала, а этой просто туда мазнула. Нет, вот ты туда вниз мазнула её, и поэтому она перенеслась. Класс? Нет, а мне не нравится. А почему? Я не могу. Мне не нравится чёткость, сложный вот этот рисунок, но он красивый. Мы сейчас всё равно его добьём. Ты первый раз делала вот так, а потом уже делала. Я теперь стараюсь. Понимаешь, я теперь стараюсь вот этот перенести. Так ты первый раз делала вот в ту сторону, и поэтому у тебя нижний закрасился. Поняла? Видишь, этот хорошо, теперь нижний не да. Теперь нижний здесь не да делался, а верхний хорошо. Давай попробуем, может быть нормально. Ну конечно. Сейчас он уже высох 10 раз. Я вообще ничего не вижу. Конечно, ты рукой закрываешь себе всё. Слушай, а можешь мне посветить фонариком? Ой, скосила, Алка, блин. А этот вообще не попал. Смотри. Потому что этот выше, видишь? Проще второй раз вот этот сделать и ещё раз наставить. Чем вот, понимаешь? Да? Проще второй раз сделать, чем... Да, я тебе говорю. Вот чего отдельно сделала? Давай, сотру. Знаешь, почему не получилось? Потому что здесь вот виден лак, а здесь нет. Здесь прям вот... Вот здесь виден лак. Здесь ты совсем в край. Давай, слушай, давай я включу этот. Кого ты включишь фонарик? Да не надо. Не надо? Давай лучше руку. Вот посмотри. Ну хорошо. Ты уверен? Не, ну когда не себе делаешь, это не просто. Не проще себе делать. Опять я не попала вторую. Ну можно её отдельно сделать. А, эта хорошо попала. Сейчас я её отдельно сделаю. Если что, сотрём. А, ноготь короче. А, может быть. Он ноготь короче, и поэтому не попадает. Ну красиво получается с этим. Оригинально во всяком случае. Такой восток. Не голый, да? Прямо там совсем... Подожди, подожди, подожди. Ну, красиво. Пусть они разные, но... А что, она разная, да? Нет, нет. Я имею в виду... Да, я имею в виду здесь поменьше. Давай я всё-таки ещё поменьше сделаю. Слишком много я сделала. Не надо. Не надо. Ты уверена? Да. Пусть разные будут, конечно. Ну ладно, хорошо. А то мы ещё с автарой неизвестно как получится. Конечно. Ой, нет, вообще классно получается. Вот с нижним. Не, ну это как уже лунный маникюр называется, когда внизу улыбочка. Да? Угу. Лунный маникюр. Давай вторую. Да. А то с этим французским вообще. Слушайте, девочки, ну мне без софтбокса, конечно, так темно. Так, сейчас я... Так, конечно жесть. Помогу. Жесть жестей. Так, сначала тогда можно будет эту сделать, а потом нижнюю туда. А попробуй сразу. Нет, Алла, я не буду. Мне не нравится. Мне так не нравится. Ну ладно, давай так. Он вообще нормальный? Какой-то кривой. Мне уже кажется. Кажется, наверное. Ладно, смотри, оба сейчас. Ну, красиво. Оставляем? Да, почему нет? Ну, смотри. Одинаковые. Ты как ставишь-то мне? Вот. Их рядом послут. Да. Шикарно. Да, нам надо было сразу вот с этим фонарем. И что? Мы в полевых условиях все сейчас сделаем. Все нормально будет. Нет, там нижний. Вот смотри, насколько сложнее треугольники перенести. Обо мне видно в камеру. Смотрите. Вот этот вот рисунок мельчайший. Он очень легко переносится вообще просто на раз. Кстати, я думаю, что вот с этим будет тоже вот такая же фигня. Они как бы из-за того, что мундадунус, он еще сохнет долго, и он как бы кап, он не успевает высохнуть, да? Или надо подождать, сразу не переносить его, чтобы он не кляксый лег на штамп. Подсушить, например, не торопиться. Давай попробуем, если что, сотрем, а то это можно до бесконечности. Сюда можно стереть. Не попало ниже. Потому что опять короткий. Нет, это мы сейчас доделаем. Я просто думаю, оставлять его или нет. Мне кажется, надо попробовать еще раз. Да, мне так кажется. Вот так смотри. Сам. Тебе же ходить не мне. Ну да, почему-то смотри. Давай. Нет, стремиться к такому прям... Это я не люблю, это тоже. Это вам, если хотите идеально, наклеечки купите. Там они будут идентичны. Стремиться, чтобы попал угол в уголочек, это, конечно, нереально. Нет, надо просто, чтобы было аккуратно рисунок. Не надо стремиться к идеальной симметрии, это бред. Не получится. Надо именно, чтобы была... И форма ногтей разная. Да, конечно. Поэтому тут... Рисунок сложноватый, зато он смотрится классно. Мне кажется, хорошо. Ой, подожди, подожди, подожди. Прямо восток-восток. Вот то, что я хотела. Да. Улыбочку сейчас поднимем. Посмотри. Это легко. Этот лак легко переносится. Надо, главное, чуть-чуть поднять-то не сильно. Потому что других-то слабо. Мне кажется, вот эту тоже улыбочку надо поднять. Да, повыше она здесь. Видишь, как? Чуть-чуть повыше. Смотри, это нормально высветок? Да. Так, сейчас тогда ниже. Ниже не проще, тут легкий очень. Какой красивый. Легкий рисунок. Да. У нас видео длиннющее получится. Почему? Потому что долго стираем. Долго стираем. Переделаем. Подсветим ям. Ой. Извините. Ну, посмотри, нормально или еще выше? Нет, не надо. Ой, ладно, через неделю сокрошу. Да, не, конечно, мужики. Что-то мы слишком, это, по-моему, заседелись. Это уже не перебор какой-то. Через неделю снимешь, как будто вы весь губы. Это треугольничек здесь не просветили. А здесь это не просветили. Бред. Что-то мы это... Увлеклись процессом слишком. Да, да, да. Подсвети, пожалуйста. Так, сейчас как. Чуть-чуть. Нет, ты попадаешь в того. Сейчас. Вот, отлично. Я, наверное, тоже в кадр влезла. Нет. Морда, лицо. Немножко. Ой, много налила. Блин. Пусть будет. Вот тебе все-все будет. Нет, смотри, здесь вот побольше на этом, а здесь на этом. Ну-ка, положи. Просто положи. Классно. Не, вообще классно. Здесь побольше на безымянном, а здесь на скидном. А здесь на... Пусть будет. Хорошо. Само-что, без фанатизма. Вот именно. Так, вот, хендмейд forever. Так, девочки, мы сейчас быстренько нанесем топ. Мы... Я решила сделать все-таки два слоя. Вот. Поэтому мы сейчас, чтобы не тратить ваше время, не будем все это снимать. Это все понятно. Это все легко. Вместе с вами сотрем липкий слой. Правильно? Да. Не надо. Не надо. Все, девочки, снимаем липкий слой. Всю грязь вместе с этим. Вообще не снимается. Смотри, как он застыл. Нормально вообще? Слушай, может быть, мне свою принести жидкость? Смотри, как он туго снимает. Но он уже подсохнул. Я же хотела, чтобы он стал спечать. Я пойду за своей схожу. Она может покрепче, может быть, да? Ну да, она может посильнее просто. Потому что я обычно, Монда Дунаст, полегче снимаю. А может из-за того, что он немножко как бы... Коричневый? Не, постоял. Как бы чуть-чуть подсох. Потом можно. Ну, уже видно, что красиво. Смотрите, как классно. Вообще бомба. Бомба, да. Пойду схожу за своим, чтобы нам время не тратить. Да, что вот это вот прям вообще восток. Да. У тебя прям... Вы знаешь, как все хорошо? У тебя прям Микенди прям. А у меня здесь... У меня тут не то, что здесь. У меня налитый. Нет, я понимаю. Масура, по-моему. Масура. Но она такая здоровая. Банка на 10 лет. Я ее наливаю в свою старую. Вот это ОПД как-то. Да, да. Ну, видишь как? Ну да, смотри. Надо мне тогда Масуру купить. Но она дорогая. Но она там дорогая, да. Она на долгих больших. Она дорогая, потому что большая. Она большая, да. Я ее, помню, купила. Не знаю, мне кажется, год на три. Ну, потому что она гигантская. Супер. А тебе-то вообще надо лет на пять. Потому что я-то обзоры, фигуры... Ну, я же другим тоже делаю. Ну да, с другой стороны. Не знаю, у меня Масура хорошая. Смотри, как сразу раз. Все сняла, да? А сейчас бы этим... Он слабенький. Типа ногти защищает. Наверное. И будешь два часа терять им. Ну да. Не ногти, а бойцы. Ладно, потом с тобой дотрем. Мы сейчас обязательно все сфотографируем на улице, в хорошем освещении. Чтобы вы все-все детали... Потому что у нас сегодня темноватое видео будет, сразу говорю. Вот. Ну, уж как получается. Что мы там не поместимся у меня за столом. Я надеюсь, что я смогу в редакторе вытянуть все это. Ну, мне очень нравится. Я такой даже сто лет себе не делала. Мне нравится, что он такой вот необычный, обалденный. Очень красивый. Прям в Индию можно ехать. Да, да, да. Вообще. Будешь продавщицей в аюрведическом магазине. Да, да, да. Прям сейчас... Возьмут без этого собеседования. Да, да, да. И без этого... Сразу ногти им кладешь на стол. Да. Я хочу у вас работать. Да. Так, девочки, смотрите. Алла сейчас помазала маслом для кутикул. Сейчас мы с ней все пофоткаем. Мы вам поближе покажем, чтобы вы все детальки видели нашего индийского маникюра. Дочка моя лезет, хочет нам помешать, пошуметь. Вот, посмотрите. Ну, просто я очень, честно говоря, довольна. Конечно, пластинка обалденная. В описании под видео напишу вам номера пластиночек, да, чтобы мало ли захотите заказать мою Лондон. Ссылочку на лампу тоже оставим, потому что, честно говорю, она обалденная. Вот я довольна, да, Зайка? Дочка нам хочет упорно мешать. Давай, загляни в камеру. Ну-ка, покажи свою мордочку. Давай. Ку-ку. Все. Значит, девочки, пишите ваши комментарии, понравилась ли вам идея Аллы. Вот она вот так придумала маникюрчик. Вот. И мы с удовольствием вам ответим на все вопросы. Да, Алла? Да. Все, пошли на улицу фоткать маникюр. До новых встреч. Сейчас мы вам покажем, как дно здесь снимать с этой лампы. Оп. Видите, для педикюра, во-первых, вы можете снять, помыть. Мало ли, лаком задели, можно почистить ее. Это очень удобно. Здорово, да? Видите, как легко. Не надо ничего откручивать, просто на магнитике. Вот это красота. Все, все. Красавица. 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 Субтитры создавал DimaTorzok